Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Казаку Фэмили, и сегодня у нас необычное прохождение Зайчика Другая История. Сегодня у меня в гостях мой двоюродный брат Тимофей. Мы будем проходить интересную хоррог-игру, которую все многие знают. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и вас поприветствует Тимофей. Эй, всем привет, ребята! Меня зовут Тимофей, и я сегодня буду на канале Дениса Казаку Фэмили. Так что мы приступим. Все присаживайтесь поудобнее. Готовьте чаёчек, кофеёчек. Глава первая. Мёртвые не могут говорить. Вот этой кнопкой нажимай. В попытках найти путь домой я... В попытках найти путь домой я пробирался через длинные острые ветки зимнего леса. Порывы ветра заметали следы, не оставляя ничего на замёрзшей зиме. Я не помню, как здесь оказался и что здесь делал. Я просто брёл, устала, передвигая ноги. Брёл с одной и единственной целью — найти путь домой. Интересно, куда ж мы топаем? Или откуда? Колючие ветки задевали и рвали путь. Они словно пытались добраться до меня, схватить. Эти ветки? Но я уже не обращал внимания. Чем дальше я уходил, тем холод всё ближе и ближе подкрадывался ко мне. Шёл по петалму, ни на мгновение не выпуская из своих цепких лап. С каждой секунды я понимал, что тепло и силы медленно покидают меня. Вот уже труднее дышать, труднее латать ледяную слюну. Мои ноги подкашивались, а пальцы на обеих руках я вообще не чувствовал. Они миливали пальцы. Однако, прямо продолжим идти. Ещё вчера этот лес был совсем другим. Вид из окна на самом деле нисколько не придёт и грусть, и одиночество, которые царят в нём. Как же холодно! Как же пахнет смертью! Ну, сейчас посмотрим. Пропитанная дорожка превратилась в непроходимые сугробы. Они так норовили поглотить меня, оставить здесь навсегда. Я посмотрел назад и, убедившись, что дороги обратно у меня тоже уже нет, решил двинуться дальше. Сапоги сразу наполнились снегом. Он таял, делая их ещё тяжелее и тяжелее. Но это меня не останавливало. В голове держалось только одно слово. Выжить. И всё. И что ж с нами произойдёт? Забывающий ветер не давал продохнуть. Его морозные порывы, обжигание кололи горло и лёгкие. Начинало казаться, что легче вовсе не дышать. Легче просто уснуть, сдаться, смириться со своей судьбой. Судьба 12-летнего мальчика, которому осуждено сгинуть в этой мрачной ледяном лесу. 12 лет ему, прикинь. Вспомнит ли обо мне? Или даже не будут искать. Ну, родители должны искать. И... Интересно, начало, конечно. Нормально. Мои пальцы уже не двигались. Я совсем перестал обращать внимание на голые стволы кедров и сосен, угрожающие тянущиеся ввысь и закрывающие к собой ночное небо. Я просто хотел спать. Но если он уснёт, это капец. Но нужно идти. Словно истлевшая свечка в душе, у меня оттеплилась надежда. Надежда. Что я так не закончу свою жизнь. Ведь... Так нельзя. Так не может быть. Из последних сил я дёрнулся и попытался выбраться из белой трясины. Музыка классная. Но тоже вспыхнувшая, пронизывающая до костей боль, не дала сделать и трёх шагов. Пытаясь прокричать во всё больное горло, я рухнул снег. Слёзы от боли и отчаяния затмевали глаза. Мама, я хочу... Спать? Интересно, он чуть спит или нет? Немного. Мне кажется, он спит. Чуть-чуть. Сейчас, подожди, мы ж не знаем. Он сейчас сможет упасть в умы. Видишь? Его колотится. Я ж говорил. Огромный комок снега обнял меня. Его тепло согревало, давая хоть какую-то уверенность. Когда я проснусь, тело наконец получит отдых. Подожди, мы не знаем. А сейчас я посплю. Наконец посплю. А потом встану и пойду домой. Мы просто не знаем, это сон или нет. Я пойду, это ж мистика. К маме. К маме. Вот, видишь, Антон говорит. Так. Но я не видел снов. Я даже не чувствовал век глаз. Так вот, каково это... Троеточие. Так просто. Так просто. И так спокойно. Тут везде троеточие. Если ты заметишь. О, флейт, это самое. Будто песни без спустился нежданный ангел и принес за собой чудотворную мелодию. Ты слышишь? Я снова ощутил жизнь. Я снова почувствовал, как кровь внутри закипела и стала двигаться по венам. Сердце вновь забилось. Ещё рано умирать. Меня зовут. А, зовут идти вперёд. Я думал, его зовут. Его же зовут Антон, не знаю. Его флейта зовёт. С каждым мгновением я чувствовал себя всё сильнее. Это было в оригинале. Я могу всё... Я могу всё... Я резко поднялся... И... Зимний лес. На перелес. Хотя бы выбрались. О, лиса. Алиса! Ах! Ты куда так резко подскочил? Перепугал меня всю. Недоумение я принялся разглядывать окружающий меня лес. Я что, проспал всю ночь? Да быть такого не могло. А если и могло, то почему я сейчас нахожусь в совершенно другой его части? Я... Не знаю. Неуверенно промямлив, я продолжил осматриваться. Однако глаза так сильно привыкли ко тьме, что пару секунд я не мог заставить себя взглянуть на ярко переливающий снег. Но потом всё пришло в норму. Вокруг была привычная картина, которую я встречал каждый день, укрытый белым полотном. Лес будто выл просил меня о том, чтобы его тоже разбудили от вечного сна. Корешки деревьев выглядывали из-под снега, сморщившись, будто кожа от обдавшего морозца. Антоша, обещала я тебя дурачком не называть. Но после твоих купаний в сугробах я за себя не ручаюсь. Нахмурившись, я всё же решился не вестись на её издевке и задал вопрос. Где ты пропадала? А что, соскучился по мне? Да нет, просто... Покраснев, я отвёл взгляд. Антош, ты такой забавный. Всегда тебе удивлялось. Кстати, уже не боишься один по лесу гулять? Так, этот вопрос прозвучал ещё более издевательски, так как я сам не знал, как тут оказался. Но, впрочем, стоя рядом с Алисой, мне совсем не было страшно. Думаю, уже не боюсь. Ты знаешь, как её озвучивать хочешь? Да. Ну? Перестань, мы же не знаем, что ты боишься. Но только скажи, и мы тебя защитим. Ведь ты нам нужен целый невредимый для нашего веселья, дружочек. Какого веселья? Знаешь, на кого ты сейчас похож, Антуша? Приблизив... Приблизив... Приблизишь... Приблизившись, Алиса начала пристально смотреть на меня. Её никогда... Её никогда голубые глаза в них окутались непроглядной темнотой. Пытаясь разглядеть что-то за маской, я и не заметил, как тьма леса вернулась, а сказочная музыка стих. На кого? Не зову... Не зову... Не зову... Не заблудившегося, потерянного и напуганного. Зайчика. Ну ты не бойся, ты наш... Наш единственный, наш вкусный. И мы тебя не отдадим в обиду. Только позови... Позови нас. Позови меня с собой. Я преду вас к возле и ночи. Знаешь, ты купишь? Позови. Моё сердце сжалось и, кажется, снова перестало биться. В эту секунду я почувствовала себя персонажем страшной истории, где вампир-злодеян, всаживающий пол прямо в грудь. Будто я... Будто я жалкий кровопийца, которого сейчас прихлопнул прямо во время трапезы. Неожиданно и внезапно. И деревья вырастут в моё тело, корни заменят кровеносную систему, и я стану единым целым слёз. О, эти деревья всего лишь припитались, но готовы пожить в любой момент. Миг перед глазами пролетели образы родителей, Оля. Бедная Оля, чей свет заливал ярким красками мой мир, делая реальность не такой убегающей. Ау... Ау... Прожат страха, который вселяла даже не Алиса, а нечто более зловещее. Я не мог вымолвить ни слова. Алиса, я не могу. Ау... 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 Что... Ты хотела? Ну всё, что произошло? Я же мгновение назад был в лесу. Очередной кошмар, и ещё сердце так норовит выпрыгнуть из груди. Да, это был определённый кошмар, а Лиса не пожелала бы мне или кому-то из моей семьи зла. Она моя подруга. Кто там? Дверь в комнату неожиданно приоткрылась, и это, наверное, Оля. Оля. А вдруг кошмар и не заканчивался, деревья продолжают преследовать, или они уже достали меня. Почему именно я? Дрожь вновь прошлась по всему телу. Но тут не так же с тропой. Я вспомнил бабушкин заголовок. На остр... А, нет. Серьёзно? На острове Буязи в синем океане стоит домовина, в ней сала и глина. Волосы седые, чертям еда, а раба божьего Антоша не тронуть никогда, йоу. Это рэпчика бабушка. Бесы забудут дорогу домой. Мёртвое к мёртвому, живое к живому. Приговорив заклятия, я решил задать вопрос. Есть здесь кто? Тихо проговорив, я продолжил сверлить взглядом открытую дверь, ведущую в бездну ада. Да подожди. Ответа не последовало. Бабка замолчала. Я слышал лишь гнущие ветки деревьев ветер за окном. Его подвывание почему-то успокоило меня. Ну да. Словно ему тоже нужна была помощь, чтобы пролететь сквозь тьму леса и его загадки. Я не один. Дрожь постепенно спадала, а в голове послышались мотивы сказочной мелодии. Может быть дверь сломалась, нужно рассказать папе. Если получится, я слез к кровати, пол был неестественно холодным и прошёл к двери. Закрыл её. Сегодня поспать уже не получится. Нужно будет мучиться, да? Понятно. Так, секундочку. Так, тут надо открыть. Ты просто смотри, мышкой вот так вводи. Только я буду нажимать кнопкой. Так, открыв дверь, окно точнее, я надел очки. Сквозь удары мороза на стекле я задумчиво смотрел на своё отражение. Школа. Именно то место, куда бы я не хотел возвращаться. Да я думаю, все бы не хотели. Хоть сейчас всё более-менее наладилось. Особенно зимой. Прикинь, в школу идти. Через лес. Мысли о школе, о школе тут же навеяли мысли о моих друзьях. Рома и Бяша. Да, помню я этих френдов. На-на-на-на. А можно ли вообще назвать друзьями хулиганов, что задирали маленьких исламы? Но! Без них Бабурин наверняка бы очухался и вмазал бы мне своей печаткой как следует. Некоторые люди и правда не понимали, что кулаками все проблемы в жизни не решить. Одно только тревожить. Меня могут обвинить в его пропаже. Вдруг Рома и Бяша сдадут меня в милицию. Вдруг это было их большим планом, который бы вывел меня на тропу вечного позора. И что тогда скажет Полина? Ты, кстати, кого хочешь озвучивать? Рому или Бяшу вообще? Кто тебе из них нравится? Рома. Рома? Окей. А что же Полина? Единственная, кто была добра ко мне. Но не ложь ли это, доброта? Самая красивая девочка класса, да и к тому же самая талантливая. Обратила внимание на никому не нужного простака. Будто это сказка. Сказка, в которой благородная принцесса обратилась к жалкому крестьянину, потерявшись в этом мире. И только прекрасная принцесса сможет спасти его, вывести из лабиринта кошмаров и показать настоящий свет. А... Таким же свободным, как этот ветер. Иметь возможность умчаться от своих забот и каждодневных проблем. Окей. Бяши и Рома это какое-то слово пацана. Ага. Так, и что тут? А, давай, наведи мышку. Мышку наведи, пожалуйста. Ещё немного поставив у окна с видом на заметённый снегом двор, я решил присесть за стол и немного порисовать. Давай. Опа. Что же делать ночью? Правильно рисовать. Так, однако голову теперь занимали не школьные друзья, а рисунок, видел там Ленинград написано, посмотри. Да, не тыкай только в манитур. Перепирая идею подкинутой фантазии, я неожиданно заметил, что начал клевать носом, наверное, он спать вкушит. Оригинальная мысль вообще. Ну чё, норм. Интересно, что будет? Опа, подожди, кошмарики начались. Четно в попытках взбодриться я встряхнул головой, но этого было недостаточно, и... Он отбросил себя в воду, да. Я же говорю, он устал. Не знаю, не выспался или на воду переспал. Антоша! Антош, вставай! А, наверное, мать нас будет. Просто каш... Антон! А ну да, мама! Антон! Вставай, ну же! Мама! Опа. Ну да. Я резко подскочил и чуть не ударился головой о настольную лампу. Нифига себе, он спит и голова о настольную лампу. Да, я понял, да. Антон! Опять всю ночь домашнюю работу делал? Да, рисовали. Строгий, но любящий взгляд. Мама возвратила меня в реальность. Ссылаться на кошмары сейчас было бы не лучшей идеей. Там, кстати, плакат Квин, видишь? Знаешь, какую-то группу эту Квин? Да, мам. Сколько раз я тебе говорила, сначала делом займись, а потом уже бездельничай. Не ковыряйся. Прости. Мама еще секунду с укором смотрела мне прямо в глаза. Однако ее строгий и серьезный вид стал быстро исчезать. Орлиный и испепеляющий взгляд пропал. Руки опустились. Она устала взглянула на стол и с какой-то долей сожалению вздохнула. Так, ах, ладно, собирайся, тебе пора, а то уже опоздаешь в школу, да? И я, как назло... А, ну странно, что диалог мамы, типа... А что, почему проспала? Не знаю, ошибка, наверное, еще про таблетки не забудь. Видимо, диалог Антона перепутали. С этими словами она развернулась и вышла из комнаты. Я понимал, что у мамы без меня сейчас много проблем. Внешний раз заставлять ее волноваться совсем не хотелось. Ладно, пора идти. Так, подожди. Ну-то еще кухня есть. Не обязательно выходить. Так, я выдвинулся в путь. Так, а, он автоматически, да? Щеки и нос привычно защипало от холода, а изо рта пошел пар. Делав несколько шагов от дома, я остановился. Для ворон или-то отведел. Ледяной ветер обдавал лицо морозцам и немного бодрил. Где-то вдалеке, над незаметно покачивающимся ветвью деревьев, каркая пролетала птица. А за самими стволами кедровых сосен еще пряталось солнце красной полоской, едва-едва освещая утреннее небо. Я бы тоже сейчас спрятался, сидел бы дома тихо, как мышка. Поскорее бы этот день прошел. Ты хочешь читать сейчас или как? Ну давай. Ступив на дорогу, ведущую до школы, я вдруг вспомнил сегодняшний сон. Ник, ту кнопку твою. Совсем не хотелось бы пережить те события наяву. У них классный мозг, кстати, видел? Да. Только внимательно читаю, тут надо выбору делать. Кажется, это оно. То самое место, где я посвечал Алису. Но нету, нету. Не ту Алису. А, не ту, совсем не ту Алису, которую я знала. Да, Алиса хорошая. А та плохая, во сне. Она моя подруга. уже полпути пройден хочу ли я идти дальше может остаться и ждать свою подругу погрузиться в атмосферу этого загадочного чудного леса спросить его жизни послушать смотри я башу озвучивать и рома если чё окунуться к лучшим познавая его эти красоты понять реальность быстро отрезвенила отрезвила меня пары ветра нужно идти в школу как бы как бы того не хотелось потом прикол расскажу финишная прямая еще немного я скоро и скоро станет тепло только эта мысль и придала сил ускорить ускорить шаг но ненадолго голове сразу так силуэт сплю силуэт катя я бабурина фамилия бабурина может больше и нет а вот она осталась ё ё ёл живые сплетни могут охмурить даже он спящий может стоит попытаться договориться с ней подойти и сказать напрямую поставить условия пригрозить в конце концов напугать хотя не знаю а ты пропустил был лишь этот дурацкий момент бабурина подставил меня перед ней и высмеял перед половиной школы ты просто не торопись диалоги могут длинуть нет значит бабурина то пацан мы перепутали катя другая так подожди-ка а это я помню в оригинале за грудь и схватил какой-то позор может поэтому катя злится на меня может если я пойду и не все станет лучше пипец там фон смех конечно а вообще интересно как в стиле такой милой с виду девочки помещается столько яда и зла вредности и почему именно они кто-то другой тот же хряк смеха над ним гораздо веселее потешается всем было ржачно как у нас за грудь схватил подходя концу дороги я вдруг услышал позади себя шаги так подожди кто это ты ромку берешь из ничего ранним утром раньше я тут кто-то преследует меня а может это алиса я не видел ее с тех пор как мы играли тихо не оборачивайся я спаси алиса это ты часто алиса тошик дед по себе нашел на парни они что тут забыли почему не в школе тоже проспали проспали оба да так ты главное друзей на подружек всяких не меняй дружба это святой она как же только я успел вспомнить осень о семионе как язвительная фраза сама сорвалась языка а как же бабулин а а что бабулин нам уже надоело приказывать его слишком прикрывать нам уже надоело прикрывать его слишком много фигни творил ну и окончательно он черту перешел он черту перешел когда не на того пацана наехал зря он на тебя гнал на так может быть и жив остался на ну дальше ну дальше мы то по глупости смекнули что ты терпила тебе чё попроще напялись а тошка лерой так и останешься на тихо сейчас ли а он его хлопнул шлеплю меня шлеплю не успел бяша закончить как ему со скоростью света летел под затыльник очень сильный наверное раз бяша так быстро сменился в лице из всех шкаляров самый кончилый здесь только ты ну так что братан по рюкзаку вижу ой а вы почему не там а мы за тобой как раз сошли на за мной я удивился что этим двоим вообще могло от меня что-то понадобится помнишь в одном помощь помощь в одном деле не боись не криминал теперь я точно был уверен что это криминал просто покажем тебе кое что ага давай погнали на а стоит ли мне соглашаться на это сомнительное предложение прогулять один раз в школу и пойти с пацанами или все таки отказать им но не выставляла ли я себя тогда трусом да и надо сохраниться будет а вдруг это все ловушка как-то о которой я думал ночь тихо подожди о столь я сохранюсь у тебя же ладошки вспотели на чё на боишься на интересно интересно на не знаю я хочу прогулять конечно ну давай сначала прогуляем за пацанов да если что-то плохое тогда это подожди отказаться это пойти в школу согласиться это с ними пойти ааа да ну давай ну чё ты там тоха думай быстрее на а то мы моё копыто на морозе откинем пока ты в облаках летаешь всё таки я не трус не торопись главное да да и нужно показать себя смело я же не третий лишний ну что бы то что бы это ну что бы то ни было я согласен а вот это уже деловой подход уважаю не струсил на ты только не торопись могут длинные диалоги быть я в тебе не ошибся братан ну всё пошуршали на а куда а это ты у ромыча спрашивай я и сам не знаю на я думал что ромка делился с бяшей всей информацией какие тайны могли бы быть у хулиганов да ещё и друг от друга бяша братан тебе придётся остаться здесь лицо бяши заметно помрачнело чё за на ромыч запетушился другану рассказать на чё сразу запетушился просто тут с Антохой дельцы тет-а-тет тет-а-тет и чё мне тут стоять жопу морозить на ха-ха-ха-ха кинули пацана ничё не займёшь ты же главное на месте не стоять ха-ха-ха-ха найди ты на прости дружище мы быстро туда и обратно на ха-ха-ха-ха бяша не хотя пос... пос... посторонился посторонился да пойдём тоха а куда это идём то а куда идём то а куда идём то не прибяшься всё мою озвучку забрали Ромка вёл себя очень странно так давай тогда я Рома а ты уже да ладно если сложно станет говори нет ты читай Антона нет а Ромку нахуй офигел нахуй читай давай это кто говорит это это ладно пропустим автор нет ты читай немного постояв пробка кивнул и мы свернули влево а пацаны ходят вправо сквозь кусты и сугробы ну куда мы идём а я не знаю мы двигали отодвигали опавши от холода ветви деревьев что-то мне кажется какая-то она начинается подстава так и норовая попасть в лицо и часто вы в школу прогуливаете как карта ляжет если есть важные дела то можно и прогулять сейчас я так понимаю дело тоже важное особо важное вот же пипец главное не распространяйся о нём и кто спросит говори что мы распали зашивись сразу трое это а ну дашь уж третий ну это подозрительно верно верно мыслишь но тогда скажи что с вами в хоккей гонял а это я а мы а а мы если что подпадать будем хорошо куда же он нас ведет туда сворачивать оттуда непонятно куды так рома кинул в нужном направлении давай автора одна строчка а подожди-ка то две дороги так я не был тут сквозь деревья не проникал солнечный свет ёп и хотя это место красотой не блистало выглядело оно довольно спокойно большое дерево в центре поляны напоминало мне старого деда он будто стоял и рассказывал историю своим внукам молодым деревьям хотелось бы мне побывать здесь летом мы уже довольно далеко от бяши ого скажешь куда идем теперь можно после пропажи после пропажи все мыслушок пришел что что это мы его на тот свет спа спагнили сам понимаешь почему так подумали но главный подозреваемый сейчас это ты почему сам сам подумали все мы корешились а ты был его единственный шилом в жопе помимо класснухи класснухи что такое класснухи классный руководитель логично класснухи можно и класснухи я посмотрел на ров кое-куда и веду идем сейчас все убежишь сам трупак покажет так толком и ничего не рассказал но после этого разговора я понял что у рома преследовал благую цель однако также я не отрицал то что это могло быть ловушкой может он ведет меня к семену который из-за стыда не появлялся на людях и тот уже не готов разбить мне лицо но и убить а ромка бы ему помог меня закопать возле этого старого дерева мда встряхнув головой я последовал за ромой пройдя поляну мы пошли дальше по прямой и с каждым шагом я все больше ощущал чужое внимание на себе кто-то следил за нами алиса что ли наверное это мое воображение по крайней мере я на это надеюсь может это я же впереди за деревьями замаячили небольшие строения похожие на железные коробки гаражи что ли подойдя вместе с рома я понял что это да гаражи прикинь здесь было тихо безжизненно тихо зачем ты меня сюда привел вспоминая черный гараж будто вымазанный в саже меня передернуло туда тут гараж один стоит и что их тут десятки да погоди ты ну здесь здесь стоит гараж того подозрительный типа который ошивался возле нас когда мы тебя дома до дома тащили до дома я напрягся и вспомнил одного мужчину который видел еще у школы случаем не тот у которого еще губа зайчья именно я его два раза у школы видел зайчику губу первый возле входа во двор второй уже на территории школы видел видел говоришь это это сыграет нам на руку это сыграет нам на руку на глазах ромка из уличного хулигана превратился в серьезного и рассудительного парня он задумчиво осмотрелся по скреб ботинкам лед и наконец сказал в общем в его в его гараж мы должны залезть в эту секунду у меня словно ударили током как залезть сегодня перед тем как пойти за бяшей я проследил за тем мужиком он вышел из гаража даже не закрыв его это наш шанс найти улики уже было хоть какое-то подобие плана это не могу не придать уверенности нам обоим ладно главное чтоб никто нас не заметил верно если увидят то точно не отворачиваемся не отвертимся я посмотрел назад и наконец задал вопрос который крутился в голове с самого начала нашего с ромкой пути а почему мы бяшу оставили длинная история позже перетрем они говорили но пока знаю это я а да да но пока знаю одно он не переносит в бирже а хорошо значит новая фобия новая я впервые о подобном слышу с чего начнем за мной слушай это точно нормальная идея а вдруг он вернется вспомнил что забыл гараж закрыть рома прищурился обдал меня подозрительным взглядом если струсил тебя никто не держит сам схожу только только выгораживать я буду себя и бяжу да тебе неудобно или что с рукой ну ты так это ручкой держишься я не струсил вот и слабо смотри как поступим ты пойдешь в гараж и смотришься а я на шухере постою если чё крикну свалим по мыру слишком это подозрительно я должен пойти туда один а что такое заодно пройдешь по верху проверку проверку обязательный обряд между прочим что то я таком обряде впервые слышу а вдруг я открою гараж а там Семен стоит с кулаками на готове так я думаю он кирок не сможет но он там хэ это он наверное представляет Семену тот который пропал улыбается и смотрит да я понял готов? нет готов сдохнуть в пыло так Рома закроет дверь гаража а я останусь на единец со своим убийцем он же думает что Семен жив он же типа пропал вроде словно загнанный в угол заяц меня будут избивать до полусмерти а потом оставят отдыхать на ледяном бетоне истекать кровью в бреду мечтать о скором конце милиция найдет труп в гараже заячьей губы тот сядет а Семен вернется обратно строя из себя жертву если я каким-то чудом и смогу выбраться то меня подкараулит Ромка с бяшей так через стук собственного пульса в ушах я разлетел голос Ромы тоха с тобой все в порядке? уже какой раз на месте застываешь? да в порядке представил просто кое-что черный гараж ну вот пришли едите его мы стояли напротив гаража с виду обычного немного заброшенного может и не так все страшно ну что открываем? так я убедился что рядом нет ни единой души открываем Семен такой как будто он вонимец там у Семенки такие дверь тяжело поддавалась и с лязгом открылась ну что? ну что держи фонарик ага Рома дал небольшой фонарик потолку в темноту дверь я закрою чтобы внимание не приплевать ну да сейчас стукнули Семен или скример куда-нибудь на москве просто захочешь уйти стукнешь эммм сердце запилось чаще он наверное закрыть нас хочет одно радовало Бабурина вроде тут не было Семен Бабурина да все что я мог разглядеть без света груда бесформенного мусора они были повсюду но кажется здесь должна быть стоять машина но ее нет так машина вышел из гаража на своих двоих то где она сейчас точно это нужный гараж так я перехватил фонарик поудобней тихо с кривом наверное тихо может фонарь не работает ну да не работает это подстава рома слышишь он его замкнула извини братан видела поверишь поверить проверить проверить сама я говорю вам подставу попробуй припределиться как-нибудь проверить он забыл на с пацанами я положил фонарик в карман и как мне искать что я ни хера не вижу потеряв и обогрев немного руки я подвинулся ближе к выходу из гаража у него же это еще очки ну это подстава рома замкну понятно все с пацанами в гараж под ногами тихо что-то зато шуршало это семена ребят тихо что это что так я осторожно поднял и развернул лист бумаги лежавший у моих ног и он немного отсырел так секунду но все дорогие ребята спасибо за внимание сегодня мы с Тимофеем заканчиваем прохождение зайчика надеюсь вам было интересно и в следующий раз мы узнаем что будет в этом гараже всем спасибо за внимание с вами попрощается Тимофей ребятушки всем пока 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 пока